Заказываю кавер на Алиэкспрессе. Стоит он порядка 15-16 долларов. В такой упаковке пришел. Давайте начнем распаковку. Подписано, что даже для меньше тысячи вложили какую-то дырку. Самый большой вопрос с китайцами, это когда думаешь о совпадении цвета с контрактом, с оригиналом. Будет, не будет, ядовитый сильный цвет, как себя себя проведет ткань в будущем. Потому что как она будет выцветать, это мы сейчас не узнаем. Но в целом, в целом, в целом реплика неплохая. Единственное, у рейнджеров на каверах, на оригинальных, нет вот этих вот ушей над Velcro. Их надо будет отпарывать. Но, в принципе, это, я думаю, не самая большая проблема. Задний карман. Затый. В принципе, сшито все хорошо. Качественно. В двух сторон. Здесь усиление. Под маунт. Вот здесь, конечно, небольшой момент такой. Надо вот как-то туда подвелк разолезть или что сделать, чтобы эту хрень убрать. И написано Emerson. Теперь, ребят, самый главный вопрос. Можно ли такой кавер использовать с контрактной формой? Сейчас мы как раз узнаем, посмотрим по цвету. Это контракт Никитик. Американопорель. В принципе, в принципе, вот эта вот небольшая ядовитость, конечно, она заметна, но не сильна. Я бы сказал, наверное, даже можно, в принципе, постирать его пару раз. Ну, может даже быть один раз. Ну, вот, ребят, кавер на шлеме. Очень удачно сел. Ничто нигде не тащить не мешает. Уши я отрезал, как и говорил. Поэтому получился более такой правдоподобный вариант. Кстати, вот насчет шлевок, вообще, это очень неудобная штука, что начали делать на данных каверах. Не та, как было раньше. Это нужно было продевать через болт, шлевку цеплять отдельно, ну, стропу. И, кстати, еще есть один такой момент. Раньше через кавер нужно было продевать вот эти вот стропы. Здесь, здесь и сзади, получается, в затылочной зоне. Тоже через сам кавер. Теперь этого не нужно делать. То есть, вы просто одеваете кавер сверху, затягиваете резинкой, цепляете под подушки пилкра и все. И он сидит как притой. Вот такой вот вариант. Кстати, по поводу цвета, да. Одну стирку он претерпел. Ну, вот. Для того, чтобы сравнить. Вот. Где-то вот так вот, да. В принципе, Берю не сильно отличается. Как мне кажется, прям вообще замечательный вариант. Учитывая то, сколько стоит оригинал. Так что, покупайте, не пожалейте. Для моделистов пойдет. Ну, для конструкторов, конечно, уже другая совсем тема. Там все оригинально. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok